Девушки отдыхают Крым. Два года под Россией. Крымчан просили потерпеть, но кошельки толще так и не стали. Крымские празднования. Без света и воды. Эксклюзивный репортаж. Заработок на крови. Почему никак не остановят контрабанду в зоне АТО? Кому война, а кому мать родная. АТО это не только кровь и слезы, они огромный бизнес. Там, где есть дорога и проход больших машин, это однозначно миллионы. Причем миллионы в сутки. В чьих карманах оседают грязные миллионы? Детектив по-одесски. Больше всего кажется странным запутывание следов. Куда пропал адвокат офицеров российского ГРУ? Я думаю, что с Рубовским, единственное, что стало. Похищен или сам сбежал? Мы проверили, как можно незаметно исчезнуть из Украины. Главные темы в прямом эфире прямо сейчас. Вечер добрый. Это подробности недели. Я Дмитрий Анопченко. Скажу откровенно, даже мне уже как-то неловко начинать каждый выпуск подробностей недели с темы политики. С разговоров о том, когда же, наконец, будет хоть какая-то ясность с премьером, уходит, он остается. Ну и вы, наверное, тоже от этого устали. Но, увы, и на этой неделе опять вопросы без ответов. Решение до сих пор не принято, и политики опять в очередной раз обещают. Обещают определиться. Теперь уже на следующей неделе. Станет ли она решающей? Закончится ли это бесконечная торговля за портфелей? Подробно разберемся. Буквально через несколько минут. Ну а начнем, начнем все же с событийного. Ростовский аэропорт сейчас в центре внимания. Следователи пытаются разобраться в причинах авиакатастрофы, которая забрала жизни 62 людей. Среди них 8 украинцев. Ларнияслай Дубай разбился буквально в самом начале взлетной полосы ростовского аэропорта, взорвавшись после удара о землю. Основные версии ошибка пилота – неисправность. Самолеты, которые летят в Ростов, до сих пор перенаправляют в другие аэропорты. Многие рейсы просто отменили. И просто в эти минуты ведут ремонт взлетной полосы. Обо всем узнаем подробно у нашего корреспондента Юлии Крючковой. Она сейчас на месте трагедии. Юля, вечер добрый. Что у вас сейчас происходит? Дима, сейчас мы находимся в аэропорту. Он закрыт, все рейсы отменили. К центральному входу, тем не менее, постоянно приходят люди. Они несут цветы, свечи, игрушки. У кого-то погибли знакомые. Но больше тех, кто лично не знал пассажиров, но хочет почтить их память. Просто людям надо отдать должное, чтобы всем хватило на все, на это терпение. Вы знаете, просто слов нет. Вот эмоций в душе. Родных здесь нет. Даже вот пока знакомых не встретили. Но сама ситуация зря до вон выходящая. Официально поисковая операция на месте трагедии уже завершена. Завтра планируется, что аэропорт начнет принимать уже рейсы. Найденные бортовые самописцы отправлены в Москву. Они сильно повреждены. Расшифровка записей начнется в ближайшее время. Основных версий пока три. Ошибка в действиях экипажа самолета, техническая неисправность борта и сложные метеоусловия. Вот что говорят в Российском министерстве транспорта. Взрыв имеется в виду после удара на землю. Версия какого-то постороннего взрыва в данном случае пока не рассматривается. 14 человек делегации «Флайт Дубай», а также прилетела уже в Ростов, прибыла в Ростов-на-Дону. И делегация авиационных властей Объединенных Арабских Эмиратов. Мало кто знает, что буквально за час до трагедии над ростовским аэропортом кружил и самолет аэрофлота, выполнявший рейс из Москвы. Но после трех неудачных попыток посадки команда приняла решение уйти на другой аэродром из-за погодных условий. Нам сказали, что этот самолет должен был приземляться после нас, то есть следующий самолет. Только, получается, пилот «Боинга» принял решение приземляться. Наш пилот принял решение приземляться в Краснодаре. Дмитрий? Юля, короткий вопрос. Родственники погибших украинцев, прилетели они? Ведь необходимо будет им опознать тела своих родных. Это, я насколько понимаю, очень тяжело будет сделать. Многие тела опознать невозможно. Медики уже заявили, идентификация останков будет проводиться с помощью ДНК-экспертизы. На это понадобится около двух недель. Сейчас родственники погибших приезжают в Ростов и сдают ДНК-анализы, необходимые для опознания. Среди погибших 8 граждан Украины. Напомню, в авиакатастрофе погибла целая семья из Луганска. Родители и пятилетний ребенок. Наши консулы нашли родных всех погибших украинцев. Те, кто уже приехал, общаются с психологами. Есть на сегодняшний день оккупированных территорий граждане Харьковской области, Ромной и так далее. То есть, это все граждане Украины. Хотел бы уточнить, как таковых тел нет. На сегодняшний день есть только фрагменты тела. Все они собраны, свезены в больницу. После идентификации будет установлено полное родство. И только тогда будет решен о выдаче. Мы остаемся здесь и попытаемся встретиться с украинцами, которые приехали в Ростов-на-Дону. Дмитрий. Юль, ну, видимо, эти интервью с украинцами, которые приехали в Ростов-на-Дону, ты сможешь показать зрителям уже в завтрашних выпусках новостей. Спасибо за работу и Ростов. Был у нас на связи по трагическому поводу. И снова о политике. Откровенно говоря, мы рассчитывали позвать в студию вот сегодня, в воскресенье, сюда уже нового премьер-министра страны. Ведь от того, какой курс он выберет, каких министров наберет в команду, наша с вами жизнь зависит. И к этому все шло, все шло к назначению. Но, увы, политики в очередной раз не договорились. Это значит, премьер-мириада продолжается. Знаете, ощущение такое, что парламент просто заигрался. Заигрался в монополию. Фишки собирают, по очереди ставки делают. Ведь за все это время ни изменений в бюджет, ни других законов. Ну, с грехом пополам, и то после, простите, пинка президента, лишь закон об электронных декларациях приняли. Все остальное лишь кулуарные игры. Неудивительно, что такой парламент уже полстраны хочет переизбрать. И это не фигурально. Социологи центра Разумкова на этой неделе выяснили, что за перевыборы уже больше 50% опрошенных. Ну, и если так дальше пойдет, то слугам народа придется предвыборные речевки разучивать. Впрочем, сами депутаты придумали немало оправданий. Почему, мол, они так долго тянут? Наш парламентский корреспондент Катя Лысенко как раз об этом. Ложа правительства опять в осаде. В этих коробках, которые раскладывают сами депутаты, тысячи листов. Подписи за отставку Арсения Яценюка. И его правительства. Это слово, отставка, звучит и зале, и в куларах уже даже не каждый день. Каждую минуту. Вот только, кого на кого менять? Всю неделю, что в Кабмине, что на Банковой, до поздней ночи обсуждали имя преемника Яценюка. К джентльменскому набору кандидатов, а это и Рейска, и Гроссман, неожиданно добавилась еще одна фамилия. Садовой. Городскому голове Львова сам президент предложил перейти в Кабмин. Но тот, быть может, побаиваясь излишней ответственности, стул мэра на кресло премьера решил не менять. Комментируя это, в БПП слов не подбирали. Свои гасло восьми из рабы. После отмоги садового быть премьером, после отмоги фракции вступать в будь-якую новую коалицию, след поменять на здравствуй, кролик, третий год. Самопомощь в ответ лишь оправдывается, мол, все будет. И премьера поддержим, и в коалицию вернемся. Но на наших условиях. Голова фракции БПП, и он спалил контору, потому что он сказал, вот знаете, что была нагода принять уряд технократичный, а вот самопомощь взяла и все провалила. Самопомощь ничего не провалила. Самопомощь сказала, что в одноразвля неможливость поддержки этого уряда. За одной умовой, если мы принимаем запобежник перед частных выборов, а это закон про пропорционные выборы за открытыми списками. При этом не суть в коалиции или вне ее, самопомощь в любом случае жаждет отставки нынешнего премьера. А он за кресло и не держится, как мантру повторяют и во фракции. Никто не тримается за кресло. Если ставится вопрос, что этот премьер-министр, этот кабинет министров не справляется, то скажите, кто с датом. При этом фронтовики верят, правительство Камикадзе выживет. Нынешние обитатели здания Нагрушевского тоже изо всех сил демонстрируют, пациент скорее жив, чем мертв. За одну только эту неделю три заседания Кабмина. Громко, шумно, в прямом эфире, с прессой и фотокамерами. Премьер улыбается, словно все разговоры об отставке, это не о нем. Какое там еще заявление по собственному? То самое, которое так ждут в Раде. А пока автографа премьера под заявлением нет, нет и ясности у его фракции. Но как кого-то другого поддержишь, если в кресле твой партийный босс? Я слышал, что переговоров проходит много, однако на сегодняшний день нет какого-то понимания. Основная проблема заключается в том, что на сегодняшний день мы не видим человека, который выйдет и скажет, я готов быть премьер-министром Украины. Вот и один из ответов на вопрос, почему в Раде до сих пор не договорились. Просто пока фронтовики в неопределенности, подвешена и сама ситуация. Ведь без их голосов никак. Будем в ответ на голосе. В Народном фронте много. Позиция Народного фронта должна быть сейчас государственной. С пониманием того, что Яценюка 0 рейтинга, 0 доверия, неспроможность вообще работать ни с парламентом, ни с народом Украины, ни с президентом. И он должен быть принятой кандидатурой, которая позволила им в том же году поддержать эту кандидатуру. По сути, и Яценюк, и его фракция сегодня занимаются шантажем. Голосовник даст оппозиции, мол, Яценюка коалиция принимала на работу, пусть теперь сама и думает, как уволить. Та повестка дня, которая предлагается, сегодня меняем премьера, назначаем нового премьера, она нами не поддерживается. Вас есть 300, вас есть 226, мы от вас требуем. Дайте понимание, как будет жить государство. Если этого нет, мы не будем поддерживать никаких кадровых перестановок. Это попросту дерибан, дележ портфелей. Мы в этом участвовать не будем. Торги за высокие кресла, новые должности и гарантии безопасности. Вторая причина, почему Рада так долго на низком старте. Если вы идете в отставку, то вам за это то. Если вы приходите в коллекцию, то вам за это то. Если мы голосуем за отставку Шокина, то новым генеральным прокурором будет то. Вот и торгуются уже месяц. Правда, есть шанс, что хотя бы на следующей неделе все наконец закончится. В Раде поговоривают, а в неочередном кадровом заседании. Екатерина Лысенко, Иван Нашкин, Доргенадий Никенко. Подробности недели, телеканал Интер. Ну, в этой ситуации, конечно же, нужны комментарии, нужны объяснения. Но, наверное, неправильно было бы спрашивать мнение кого-то одного из глав фракций. Ну, будь то Луценко, Тимошенко или Бойко. Поэтому мы решили опросить их всех и задать один и тот же вопрос. Ну, что называется, доколе? Когда сменится премьер? И чего ждать от будущей недели? Я включаю те, что Яценюк может остаться премьер-министром на третий рік. Мне кажется, что и он сам, и фракция Народного фронта уже усвідомила, что уряд фактически недеездатный. И последние консультации происходят только о том, какой формат наступного уряда будет принятий в парламенте. Перший вариант, который поддерживает наша фракция, который поддерживает общество и наши западные партели, это формат технократического уряда на чале Испании Яриско, который может сформировать позапартийный уряд, который должен сделать быстрый рывок в реформах, в первую очередь, отстраненных олигархов и партийных бизнесменов от государственных монополий. На жаль, этот вариант не поддерживается фракцией самопомощи, которая отказывается входить в любую коалицию под любый уряд, включая имоверного премьер-министра Судового или имоверного премьер-министра Яриско. Народный фронт предлагает следующий партийный уряд из числа представителей, которые подадут фракции Верховной Рады. Это, конечно, не дает гарантии быстрых реформ, но, тем не менее, изменяя премьер-министра, изменяя уряда является тем минимумом, который добивается наша фракция. Консультации о формировании такого уряда сейчас триваются каждый день и даже ночью. Думаю, что могу высказать надеяние, наступного тижня, приблизно в четверг, мы можем провести позачерговое заседание, на котором мы проголосуем за нового премьера, нового уряд, нового программы деятельности уряду и, наконец, покинчить и с глубокой кризой, которая вызвала бездействие чинового уряда на ключевых направлениях его деятельности. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Есть в парламенте 60-80 людей, которые имеют свободную волю и понимают, что такое элемент ваг и против в качественном публичном управлении. Будут качественно натиснуть, в том числе, используя качественные медиа и будут объяснивать людям, что делается, тогда эта система будет требована измениться и, принаймні, изменит уряд и возьмет на себя прямую ответственность, не прикрываясь ни кем. Это будет впервые в новой истории Украины, то есть за последние 10-15 лет. Мы четко заявили, что мы будем в опозиции, которая, возможно, также впервые за новой истории Украины 10-15 лет, не сформатирована олигархической системой. Но мы, оставшись в опозиции, готовы проголосовать за качественного премьера, если будут выполнены наши умовы. А это новый закон про выборы до парламенту на пропорционной основе за открытыми списками, что является запобежником выборов до частных в Украине, изменения ЦВК, которая также была создана для фальсификации и далее существует, и изменения Генерального прокурора. Что до коалиции, у нас есть четкое видение, которое мы информируем и коммуникуем с людьми. Коалиция в парламенте есть. Это коалиция коммерциейно-олигархического блоков. Она всегда была. Так же, как и опозиция, она всегда была форматирована також олигархично коммерциейным блоком, который руководит страной против последних 10 лет, как минимум. Что касается премьер-министра Украины. Наша чуткая позиция есть. Премьер-министр и урит мают пойти в отставку, как покарание за неякісную работу, в частности по бюджету Украины. Питание отставки Арсенія Яценюка, премьер-министра Украины, это вопрос национальной безопасности Украины. Каждый день, даже каждое утро, пока эта человек остается на посаде, формует загрозу национальным интересам Украины. Саме под его руководством практически уничтожены доходы украинских родин. Под его руководством уничтожена экономика Украины, уничтожены вчет финансов. Тренд на падение валового внутреннего продукта стал единым трендом, который сегодня чувствует наша страна. И поэтому, звольнение премьер-министра Украины Арсенія Яценюка это вопрос о сохранении Украины. Чи будет он звольнен? Решение принимается не в парламенте. Решение принимается на определенном круглом столе из семи руководителей, которые реально де-факто управляют государством. Это президент, премьер-министр, секретарь Ради национальной безопасности и обороны, министр внутренних дел, и лидер фракции БПП Юрій Луценко. Насправді, ці люди сьогодні вирішують долю держави. Я сподіваюся, що премьер-министр буде звольнений негайно або напишет заяву про власну відставку. І далі нам треба формувати уряд. Нам треба поставити ультимативно питання, що міністрів мусять формувати не політичні сили, а кандидатури міністрів мусять запропонувати громадянське суспільство разом з асоціаціями, які об'єднують підприємців. Нам потрібні фахівці, нам потрібні некорупціонери, нам потрібні сильні, впевнені люди, які знають, як реформувати державу. Я вірю, що зміни в Україні будуть. І ми ці зміни будемо обов'язково проводити. Народний фронт запропонував шляхи виходу з штучно створеної політичної кризи. Або ми відновуємо дію коаліції діючої європейської України, підтримуємо програму дій уряду, вона публічно представлена. Це 379 пунктів і рішень, які треба прийняти в Верховній Раді. І починаємо працювати над впровадженням таких необхідних в країні реформ. Або ж ми звернулися публічно до наших колег з найбільшої фракції блоку Петра Порошенка стосовно того, що вони запропонували кандидатуру прем'єр-міністра, новий склад уряду, програму дій уряду і 226 голосів на підтримку не лише обрання уряду, але впровадження цієї програми в життя. Тому впевнений, що чим швидше наші колеги визначаться, тим швидше буде подолана політична кризка. Нагадую, що для того, щоб обрати новий склад уряду, нового прийнявого, потрібно зібрати 226 голосів. Народний фронт готовий приймати участь у перемогах стосовно формування і нової коаліції також. Ніхто за посади не тримається. Впевнений, що наступного Паладаминського тижня слід очікувати розгляду зверення президента стосовно відставки генпрокурора Шокіна. Впевнений, що треба приймати у другому читанні закон про спецконфіскацію, яким повернути вкрадені Януковичем його бандою гроші. І також треба шукати вигоди з політичної кризи. Я думаю, що на першому етапі буде відставка і заміна прем'єр-министра, але насправді, швидше, це буде ненадолго, поскольку коаліція не зможе сформуватися. Ми вберіються, що сценарій буде радикальний, поскольку і коаліція потеряла доверість людей, і правительство, сформуванне цей коаліцією, теж не пользується доверіем населення України. Тому, швидше, нас ждет на першому етапі відставка, а затем досрочні перевыбори парламента, поскольку коаліція не зможе сформуватися. Уж слишком глубокі противоречі політичні внутрі її і слишком тяжелі економічні ситуація, в яку, собственно, коаліція країною привела. Ну і пока йдуть вот ці політичні спори, дійсуючі, пока ще. Праївництво знову предлагає нам затянути пояса. Кабмин рассматриває новий вариант так званій потребітельської корзини. Ну, попросту говоря, це список продуктів і товарів, без котрих не вижити. Але, судя по документу, а вот мне даже распечатали ці бумаги, с таким набором, скорее, протянеш ноги, чим год продержишся. Ну, смотрите сами. Масло в правительстві решили вообще із цього перечня ісключить. Вместо нього маргарин. Два кілограма в год. Мол, двох брусків на весь 2016-й. Українцам достаточно. Ну, а ще постановили. Мол, на 365 дней українцам положено 8 кілограмів свинины, 9 кілограмів колбасы, сало. Сало тоже предусмотрено, а правда не більше 2 кілограмів почему-то. При этом министры вполне искренне считають, що гражданам країни достаточно 12 рулонов туалетной бумаги в год. Ну, видимо, с перекидным календарем спутали, от которого, помните, каждый день по листику отрывали. Правительство так же считає, що жителям країни на год хватит 2 маек і, простіть за подробності, 6 трусів. При этом чиновники уверені, що українцам достаточно стрічся 4 рази в год. Ну, хотів би я посмотреть на того же міністра соціальної політики, якщо б йому самому пришло жить по стандартам, які він, ні минути не колеблясь, підписав. Сменим тему. Крим на этой неделе 2 года псевдореферендуму, который Россия использовала як предлог для аннексії полуострова. Блокада, блокаут, все це Крим пережил, і вот даже сьогодні с полуострова передають, половина Крима опять без света, опять перебої. Как изменилась жизнь крымчан за ці два года? Видів наш корреспондент Руслан Сміщук, він буквально тільки що вернувся з оккупированного полуострова. Поїзд Київ-Симферополь відправляється со столичного вокзала. Він йде полупустой. В першу чергу продаються билеты веселі вагони і плацкартні билеты. Ну а вже купеєння на втору чергу. То есть пасажири или достаточно богатые, или наоборот, економіто. Щоби добратися до Симферополя, у мене уходить на 7 часів більше, чем раньше. Второй год под Россией Крым отмечає парадами і салютами. Крым, Росія, на сіга! Російське телевидення не устаєт рассказывать о крымськом благополучі. Жизнь поменялась кардинально. Переход на общероссийські стандарты позволіли не тільки улучшити медицинське, соціальне обслуживання, но і избавити людей від бумажного лакита. Благополучие, оказывається, зовсім і не благополучие. Переоформлення документів. Це складно відбувається, дуже багато людей. Це очередь возле полиції. До 1 апреля все крымчане должны перерегистрировать свої автомобіли, сняти українські номера. Якщо до 1 апреля, як кажуть власні, хазіва цих машин не змінить номера, і ждуть штраф, і вплоть до конфисканції транспортного срезу. За два года настроения многих крымчан змінились. Патриотами України многие так і не стали. Але пророссийський екстаз явно паутих. Економіка делает своє дело, санкції і ограничення со сторони України ощутимы. Це село Хлебне, север Крима. Про хорошее урожае здесь давно забыли. Поля, де раніше виражували пшеницу і рис, просто забросили. Северокрымський канал Україна перекрила. Цена на воду. Каждає квадрат, ращує, ращує, ращує. І не тільки ціна на воду. Распрашуємо о новій крымській жизни перших встречних на уліцах Симферополя. Ціна в Криму дуже визвали, просто тяжело. Деньги получаєш у людей нормальні, немалі, а жити жило. Хватає на продукты, на коммунальні услуги, за інтернетом заплатити. А нет, недавно роутер ми купили. Крим в ожиданні нового курортного сезона. Енергетичний блэкаут научил. Генератори лишніми не будуть. Іми сейчас запасаються все крымські предприниматели. Хватя електричество все еще отключают по нескільки часів в день, крымчане не просто ждут віддіхаючих. Надеються, що буде наплув туристів. Від Єгипет і Турція із-за політики практично закрыты для росіян. Повисятся ли, як говориться, качіство туристів, платіжеспособність туристів. Вот в чому самая основна проблема. Туристы були і в прошлом году. І даже в позапрошлом. Але с кожним годом туристів становиться беднією. С Сергеем ми встречаємся на набережній Мисхора. У нього маленький бизнес. Як і все, він надеється получить прибыль в курортний сезон. Росіяни любят віддіхати в санаторіях, щоб им, як говориться, було все включено. Але ці люди, вони приїжджають сюди без денег. Малый бизнес стонет, говорить Псарєв. Тут би вижити. Куди там расширяться? Ми їдемо з Симферополя в Джанкою. Перед нами картина, в которую сложно поверить. Велосипедист с огромным гербом України на спортивной майке. Раньше був негатив, багато отрицательних емоцій за інших участників дорожного движення. Сейчас все как-то более лояльно, багато позитива. Люди клас показывают. Отлично. Даже руки некоторые в чому-то останавливаются. Артем мастер спорта. Из-за аннексии Крыма ему пришлось пожертвовать спортивной карьерой. Ушел из национальной сборной Украины. Остались здесь, потому что здесь семьи. Нам не было куда деваться. Вот так здесь живем. Существуем сам. Сейчас большинство ребят, которые тоже занимались, многие завязывают. Там, грубо говоря, даже таксуют. Просто не на что жить. Ай, хороший. Малыш. Еще два года назад он готов был гонять на броневике и напустить своих тигров на любого, кто скажет слово против России. Два года назад владелец крупнейшего в Европе парка хищных кошек и вот этого БРДМа выступил в поддержку так называемой русской весны. Но прошло время, и крымская действительность оказалась не такой радужной, как обещала российская пропаганда. Теперь свой зоопарк он вообще закрыл. Два года, это два года разочарования. Зубков все эти два года судится. То за одно, то за другое. Российские чиновники это вам не украинские. В Российской Федерации невозможно, конечно, не бороться, не противостоять власти, не защищать свой бизнес. Ты виноват в априории. Крым сейчас живет только за счет российских дотаций. Санкции давят и на саму Россию, и на полуостров. Многие предприятия закрываются. Серьезные банки сюда не пришли, как и международные платежные системы. Здесь есть и виза, и мастер-карт. Ну, давайте попробуем, работают ли они для украинских карточек. Ну, вот сейчас я попытаюсь снять допустим, 500 российских рублей. Нет, мне банкомат деньги выдавать не хочет. Вместо витрины России полуостров превращается в ее изнанку. В этом году на демонстрации «Крым наш» вышло намного меньше людей, чем в прошлом. Руслан Смещук, Виталий Зятковский. Подробности недели в телеканал «Интер». И раз уж мы с вами о Крыме говорим, как не упомянуть Керченскую переправу. Теперь это главная транспортная артерия между полуостровом и Россией. Ну, вы наверняка слышали. И о Потемкинских деревнях, о проектах строительства моста, и об очередях, когда во время шторма паромы не ходят, и люди сутками стоят на дороге, лишь бы выехать из Крыма. Вот так вот выехать с полуострова долго не могла наш корреспондент Юлия Крючкова. Вы видели ее включение из ростовского аэропорта в самом начале программы. Трагедия. Съемочная группа спешит в Ростов, но где тонко, там и рвется. Из-за непогоды переправа встала. А вот как это было? Смотрите. Полуостров практически превратился в остров. Во всяком случае, со стороны России есть только два способа попасть в Крым. Прилететь самолетом, что дорого, или добраться паромом. Ехать автомобилем, заезжая через границу с Украиной, не в счет. Очень долго. Паром, маршрут, очень ненадежный. Чуть ветер, например, как сейчас, и все стоит. А штормовое предупреждение в Керченском проливе явление нередкое. С осени и до середины весны крымчане регулярно ждут у моря погоды. И это касается не только туристов, но и поставщиков продуктов. И всего того, что нужно Крыму. Все переправляется в основном море. Конечно, такими очередями, как сегодня, на переправе тут никого не удивить. Ожидания по 4 часа сейчас не в курортный сезон кажутся пустяковыми. Но вспомним лето. Очереди машин растягивались на 20 километров. Люди неделями жили в машинах. Тем не менее, даже сейчас при относительно небольшой очереди ожидание утомительно. Персонал переправы просто не знает, когда пойдет порог. Ветер утих, движение есть. Через несколько минут порыв и все опять стало. И эта ситуация неуправляема. Погода сама решает открыть или закрыть проход к материку. На этой неделе на полуостров приехал российский президент. Неудивительно, первое, что захотел посмотреть, как строится мост через Керченский пролив. Это большая проблема для России, ведь мост обещают только через 3 года. Причем строители делают оговорку, если природа не помешает. Юлия Крючкова, Виталий Зитковский, подробности недели Крым, Кубань. О Крыме на этой неделе говорили в Нью-Йорке, в ООН и в Брюсселе, в Европейском Совете и Еврокомиссии. Там с визитом побывал и Петр Порошенко. Мы говорили с вами об этом в прошлое воскресенье, после того, как Рада в очередной раз тянула с принятием безвизового пакета, но пришлось мешаться президенту, а затем уже в столице Объединенной Европы лично убеждать еврочиновников. Что же обещает нам Европа? Сможем ли ездить в ЕС безвиз? Вот о результатах этих переговоров давайте спросим прямо сейчас одного из основных участников, министра иностранных дел страны Павла Климкина. Павло Анатольевич, вечер добрый, дякую, что приедналися. Скажите мне, а вы можете подтвердить, что представители Евросоюза вызнают, что Украина выполнила все умовы для того, чтобы отримать безвизовый режим? Ось ваш прогноз. Мы сможем отримать решение по безвизовому режиму уже этого года? Мы действительно выполнили все необходимые условия, но это не означает, что мы должны остановиться, оскільки все реформи, которые выполнены, они должны работать. Они должны работать для того, чтобы бороться с коррупцией, для того, чтобы бороться с организованной злочинностью, для того, чтобы вся система функционировала действительно оптимально и максимально эффективно. Поэтому Европейская комиссия и в будущем будет следить за тем, каким образом мы работаем над тем, что уже выполнено в плане создания институтной структуры для бороться с коррупцией. Мы же эту структуру создали не заради ее создания, а для того, чтобы она эффективно функционировала. Но условия выполнены на 100%. И я не просто сподіваюсь, я впевнений, что этого года каждый сможет с своим обычным паспортом уже въезжать в Европейскую Союзу. И это, власно, не только вопрос реверендум о вопросе с Украины. И вот мне сейчас раздакали, буквально сегодня появились данные соцопитывания. 36% голландцев пока что собираются сказать «Ні» на референдуме. Всего на процент меньше. 35% голландцев хотят Украине сказать «Так». И 29% вообще не визначили. Что государство делает? Вот вы, как министр закордонных справ, что вы делаете, чтобы получать позитивные решения? Референдум формально о угодах между Украиной и ЕС. Если вы посмотрите реально, этот референдум абсолютно не касается угодов между Украиной и он почти не касается Украины. Он касается ставления голландцев к Европейскому Союзу к тому, как принимаются решения в Европейскому Союзе. Он, власно, иниційован евроскептиками и поддерживается Россией, которая активно пытается сприять многим в Голландии для того, чтобы поддерживать желающий для себя результат. В том смысле, это абсолютно не референдум о угодах про ассоциацию. Но мы работаем, мы работаем с нашими голландскими друзьями, мы работаем в том, как показать современную европейскую Тобто абсолютно все. И мы работаем с многими странами Европейского Союза с нашими друзьями, которые тоже приезжают в Голландию говорить про Украину, говорить про то, с чем есть сейчас Украина. Добрый, дякую за розмогу, мы ему припиняты. И министр иностранных дел страны Павел Климкин был с нами на связи. Но вот только пока дипломаты, как слышите, уверяют Европу, мол, в Багдаде все спокойно, все-таки появляется все больше поводов для еврочиновников сомневаться в Украине, но для тех же голландцев, которым голосовать за или против ассоциации с нашей страной, еще раз там в эти выходные. Был запланирован фестиваль равенства, который даже не успел начаться. Городские власти настояли и было принято специальное решение суда запретить любые массовые акции в городе. Ну а затем? Затем просто град камней в сторону участников фестиваля при полном попустительстве и даже равнодушии полиции и городских властей. В ответ на эти события сегодня посыпали заявления и политиков, и дипломатов. Ну, в общем, львовская картинка может стать одним из самых больших ударов по репутации страны за последнее время. На этом фоне ключевые политические персоны, для которых Украина зона ответственности, в который раз посылают Киеву сигналы и уже не выбирают слов. Ну, та же Виктория Нуланд, зам госсекретаря на этой неделе была более чем резкой. Причем, выступала не перед прессой, а в Конгрессе. Это уж, простите, не наша Верховна Рада, где можно в выступлениях сколько угодно воду лить. Если уж перед Сенатским комитетом по иностранным делам выступаешь, то это очень и очень серьезно. О чем говорила Виктория Нуланд, давайте прямо сейчас узнаем у нашего корреспондента Тихона Дзятко. Мы вызываем его на связь. Тихон, вечер добрый. А вот правда ли, что Вашингтон этим выступлением устами Виктории Нуланд намекает, что если не будет реформ, то они откажут Украине в финансовой помощи? Дмитрий, когда внимательно слушаешь последние заявления по поводу Украины, которые делают тут, в Вашингтоне, создается впечатление, что в Штатах теряют терпение. Простой пример. Выступление в Конгрессе Виктории Нуланд, помощника американского госсекретаря, для которой Украина является, что называется, сферой ответственности. Так вот, Нуланд говорил и о Крыме, и о хрупком перемирии на востоке страны, и о борьбе с коррупцией. Казалось бы, сама ситуация обязывает быть сдержанной все-таки сенатские слушания, но дипломат была неожиданно резкой. На фоне многочисленных попыток вернуть Украину в прошлое, страна оказалась погружена в политическую борьбу, а лидеры демонстрируют нерешительность в попытке восстановить единство, доверие и эффективность реформ, переформатировать правительство и его программу. С каждой неделей, пока длится подобная ситуация, Украина стоит на месте. Поддержка МВФ и международного сообщества тратится в пустую, а люди внутри Украины и за ее пределами, которые хотят видеть страну прежней, становятся уверенней. Согласитесь, более чем откровенно. Виктория Нуланд откровенно дала понять, что отсутствие реформ в принципе ставит под вопрос финансовую поддержку Украины, как Белым домом, так и международным валютным фондом. Насколько с оценкой чиновницы согласны в самом МВФ? Этот вопрос я и задал представителю фонда. Там не столь категоричны, но тоже признались. Судьба нового транша напрямую связана с тем, когда станет ясно, кто будет новым премьером и какой курс он будет проводить. Ситуация не менялась в последнее время. Нам нужно больше ясности в том, что касается статуса украинского правительства и настоящих перемен в украинской экономике. Нам нужно быть уверенными в том, что Украина выполняет все свои обязательства. За этой дипломатичной формулировкой прямое предупреждение. Пока в Украине не сформируют новое правительство и не поймут, какие реформы оно будет проводить, денег МВФ Киеву не видать. Однако, я это специально уточнил, никакого дедлайна Международный валютный фонд для себя не ставит и сотрудничество с Украиной прекращать не собирается. Дмитрий. Да, коллега, спасибо. Тихон Дятко из Вашингтона был с нами на связи. Борьба с коррупцией. Ну, вот вы слышали, Виктория Ноунт об этом говорила. Эти слова как мантру повторяют в зарубежной политике, но, увы. Простой пример. Авдеевка. Горячая точка этой недели. Ситуацию под Авдеевкой даже иногда сравнивают с той, которая была в Донецком аэропорту. Но вот что удивительно, пока одни отбивают тут атаки, другие через то же самое Авдеевку преспокойно наладили контрабанду и миллионы зарабатывают. Роман Бачкала об этом. Это уже самый передний край. Здесь иногда возникает даже визуальная видимость противника. Всю неделю Авдеевка в центре внимания. Авдеевская промзона сейчас самая горячая точка АТО. Ее защищают бойцы 58-й бригады. Тут передала практически слева-права. Тут можно сказать, что промзона практически круговую оборону тримает. А буквально рядом идет другая война с контрабандой. И здесь непонятно, кто свой, а кто враг. А вы какое подразделение, ребята? Одиномобильная группа. Ее создали специально для борьбы с контрабандой. В нее входят сотрудники СБУ, фискальные службы, пограничники, волонтеры и спецназ «Рысь». Товар нельзя туда возить вообще? А, вообще нет? Нет, конечно. Везут же как-то. Ну, как-то везут, но вот боремся потихоньку, боремся. По этой дороге еще недавно шли караваны фур. Каждый день, почти круглосуточно. Приезжало 10 машин, как сразу чих-лимончик. Постой, покурит. То есть, грубо, здесь покупаешь сосисок на тысячу гривен, там предпродаж за 4 тысячи. Теперь для контрабанды здесь пути нет, впрочем, совсем рядом железная дорога. Два грузовых состава ждут отправки в оккупированную Ясиноватую. Не опасно, не опасно ездить. А кто вам скажет опасно, не опасно? Как скажут, как пыль нет, так тогда и скажут, что опасно, что не опасно. Пока нормально. Машинист Сергей живет в Донецке. Сначала ведет состав на территорию, которую контролирует Украина. Потом обратно. Уверяет, никакой контрабанды. Проверяют таможье, офискальчики проверяют груз. У нас своя работа. А, проверяют. Наша цель перевезти груз в пункт А, в пункт Б и все. Но если железная дорога одна, то автомобильных только в этом районе десятки. Кроме основных дорог, на которых стоят ЗСУшники, есть очень много второстепенных дорог, полевых. Там это все и происходит. Этот офицер вооруженных сил пожелал остаться неизвестным. Там, где есть дорога и проход больших машин, это однозначно миллионы, причем миллионы в сутки. Это видео нам передали военные в сопредельная зона. Разгрузившись, пустая фура выезжает из оккупированной территории. Уже по эту сторону линии разграничения ее встречает машина фискальной службы. Формально все законно. Как правило, документы на товар в порядке. Их можно просто купить. Например, вот такую транспортную накладную. Пустая, но с печатью фискальной службы. Пиши, что хочешь. Какие суммы за проходку? Ну, в основном, если это фуры, 90 тысяч гривен до 200, смотря от товара. За одну машину. Система оплаты коррупционных услуг надежно отлажена. Заведена программа, они скидывают свой номер карточки предпринимателю на телефон и на эту карточку поступают денежки. Да, это для того, чтобы факта деньги, задержание, что-то такое, ничего не предъявишь. Села на линии разграничения стали такими себе дьюти-фри. Из так называемых ДНР и ЛНР сюда приезжают за товаром, но покупать им нельзя, поэтому отовариваются для них местные. Вечером или там с утра, пока мы не стояли на этой бюро, сюда заезжали люди, загружаясь машинами и возить. А там у вас цены как? В рублях или в гривне? В рублях. В рублях, да? Тут есть свои челноки, переносят продукты на себе, кто сумел договориться, перевозят машинами. Не надо снимать. Это вот на сколько мы имеем права ввозить в месяц продукции, количество, тут вес. Платить приходится буквально за все. За то, что он везет товар, понимаете? Хотя он предприниматель. А за что, получается, платится? За то, чтобы просто элементарно приезжать к себе на магазин и выгрузиться, понимаете? Бизнесменов под контроль пытаются взять так называемые крыши. У них предложение к частным предпринимателям. Вы нам даете, каждый частный предприниматель 100 тысяч нам оставляет, и мы месяц вас не трогаем. А это Луганская область. Мы в районе города Счастье. Это еще одно активное в плане контрабанды направление. И вот наша машина едет след за командиром 92-й бригады. Неделю назад здесь в засаду попал спецназ, а вот и те, кого мы ищем. Прабандисты? Да, ну а шестой молодец. Этот человек говорит, что просто вез товар в свой магазин. Есть разрешение администрации областной. Вот только дорогу бизнесмен выбрал весьма подозрительную. Да и ловят его здесь уже шестой раз. Если бы это были законы, то они бы ехали, конечно, через блокпосты. А учитывая характер дороги, там, да, оттуда дальше, если вы снимете, то явно, что что-то здесь нечисто. Соответственно, они провозят товар, который в дальнейшем переправится через часть переправки. так называемые лодочками, которым все относятся очень несерьезно. Но когда на пляже стоит там 10-15 груженых бусов и ждут просто очередь под разрустку, я не думаю, что это такие шутки, забавки. Конкретных протоколов по изъятию не поступает. На сегодняшний день в той мобильной группе, которая работает в том районе, нету волонтеров. За сутки тут проходят сотни таких машин. Военных возмущают то, что прикрывать контрабандный коридор пытаются сразу с двух сторон. С той боевики устраивают засады, а с этой... Интернативная служба их просто отпускает, мотивирует тем, что негде хранить или наоборот не состоит из нормативно-правовой базы. И просто этот же товар отдается данному же товарищу на 3-часов сберегание и во простом мы потом снова по этой же дороге снова уже едем. В самой государственной фискальной службе говорить с нами о контрабанде отказались. Мы уже третий раз просим, чтобы к нам вышли представители фискальной службы, но никто не выходит. И вот к нам вышли... Вышли, чтобы сказать с вопросами обращайтесь в штаб АТО. Вы имеете никакого отношения к штабу? Вы не военная структура. Так, докажите, я ворону. А тем временем кто-то рискует жизнью. На фронте сейчас, как в самые жаркие дни АТО, под той самой Авдеевкой. Чтобы было понятно, почему здесь опасно перемещаться, вот просто посмотрите туда. Это лена прилетела вчера. Пожалуйста, такой вот военный сувенир. Входим, вводим леньом, я. Водим. Пушка, лягодится, ну, походкам. Это все свежие вещи. Сегодняшний ночной. Люди, которые были в Донецком аэропорту, кажут, что плотность огня, то килькист мин на минуту, на час, набегато больше, чем в Донецком аэропорту. Но кому война, а кому мать родная? Находятся те, кто продолжают наживаться на войне. Те, кому очень хочется, чтобы она продолжалась. Роман Роман Бачкала, Владлен Ноль, Ирина Дьяченко и Руслан Терентьев. Подробности недели телеканал Интер. Мы на этом не заканчиваем и вернемся в эфир уже через 9 минут после короткой рекламы для того, чтобы поговорить о важных событиях этой недели. Не переключайте. Продолжение следует... Вечер добрый. Это подробности недели. Вторая часть программы прямой эфир. Я Дмитрий Анопченко. И в этом часе детективная история. Куда пропал адвокат российского грушника? Ну, еще, конечно же, поговорим о войне в Сирии. Может ли она наконец-то завершиться после 5 лет боев? Ну, и еще немного будем говорить об украинской политике, ведь следующая неделя наверняка станет очень скандальной. Конституционный суд будет рассматривать закон о люстрации. Ну, а сейчас о Наде Савченко. Уже через 13 часов российский суд начнет засчитывать приговор украинской летчице. Завтра в Ростове процесс, от которого так многое зависит. Ну, журналисты часто используют громкие фразы, избитые штампы, но в этот раз вот это действительно вопрос жизни и смерти. Надя Савченко объявят приговор. Каким он будет и главное, что дальше? Смогут ли Надю Савченко, к примеру, поменять? Вот обо всем этом расспрашивал наш корреспондент. Говорил он с ее родными, с ее адвокатами и вот сейчас на связи наш российский САПКОР Данил Русаков. Данил, а какие прогнозы и что сейчас происходит в здании суда? Кто приехал уже? Данил, здравствуй. Сейчас сюда в Ростовскую область съезжаются родственники Надежды Савченко, ее адвокаты, украинские консулы, дипломаты стран Евросоюза. Это заседание будет самым многолюдным за все время процесса. Едут больше 10 народных депутатов, коллег Нади по парламенту. Приезжает даже пресс-секретарь президента Святослав Цыголко. Добираются кто машиной, кто поездом. Из-за катастрофы самолета в аэропорт Ростова-на-Дону движения нет. И приходится делать крюк, чтобы попасть в Донецк. У нас были на руках билеты тоже в Ростов-на-Дону. Самолет должен был отправиться в день катастрофы. Уже в аэропорту мы узнали, что все рейсы перенаправляются в Краснодар, в том числе и наш. Этот город в 400 километрах отсюда добирались на место больше 6 часов. Этим же маршрутом сегодня следуют и все остальные. Людей встречают украинские консулы. Сегодня максимально выезжает консульский транспорт туда, для того, чтобы на границе, ввиду закрытия аэропорта, всех, кто пребывает в поддержку и участие в завтрашнем приговоре, будут доставлены нашими силами консульства непосредственно на суд. Тот, кто обращается к нам по прямой линии, обеспечивается доставкой на суд. Состояние Надежды Савченко, по словам адвокатов, удовлетворительно. Она приедет на суд. Сейчас летчица продолжает держать голодовку, но воду принимает. Приговор Надежде собирается начать оглашать завтра в 11 часов утра по местному времени. Планируется, что чтение решения будет продолжаться два дня. Никто не надеется на оправдательный вердикт. Адвокаты сегодня в соцсетях даже обнародовали сроки, которые грозят Савченко. Это 20 лет колонии общего режима. Прокуратура же попросила осудить украинскую летчицу к 23 годам лишения свободы. Уже точно известно, что апелляцию Надежды Савченко подавать не будет. Каким бы ни был приговор. Об этом Надя заявила еще в процессе слушаний. Как отреагирует российская прокуратура на решение суда предсказать сложно. Адвокаты заявляют сразу после приговора. Они надеются на обмен Надежды Савченко на российских офицеров ГРУ. Суд, над которыми идет сейчас в Киеве. Но вряд ли об этом здесь говорят многие. Обмен состоится раньше, чем ГРУшникам будет вынесен. Приговор. Дима. Данил, спасибо. Но завтра к твоему сюжету в новостях будет приковано общее внимание, потому что это будет одна из главных тем завтрашнего дня. Один из самых вероятных вариантов, что Надю Савченко могут обменять. Обменять на двух российских военных, офицеров ГРУ. Их процесс тоже движется к финалу. Ну и, казалось бы, не должен был принести никаких сенсаций. Судите сами. Взяли их в Украине. Взяли, что называется, с поличным. Но это понятное, в общем-то, дело неожиданно переросло в детективную историю. Загадочным образом пропал адвокат. Ну да, адвокат Гробовский. Вот вы видите его фото на экране. В главной военной прокуратуре даже допустили, что это было похищение, не стадии рассмотрения дела в украинском суде. Но вот об этом в частности буквально несколько часов назад сказал главный военный прокурор страны Анатолий Матиос. Но есть и другие версии. Их отстаивают и коллеги адвоката, и те, кто пристально следит за этим делом. Во всех этих версиях в Одессе, где и исчез Гробовский, разбиралась Лена Зорина. Заседание по делу задержанных российских разведчиков на этой неделе. Адвокат Ерофеева на месте, защитника Александрова в зале суда нет. Он просто исчез. Последний раз я с ним видела четвертого и связывалась тоже. Девятого числа связи с ним не было. Детектив со многими неизвестными. Трасса из Киева в Одессу. Именно здесь началась эта запутанная история. Защитник Гробовский сел в свой автомобиль и направился в сторону Южной Пальмиры. Тем же маршрутом следую и я, чтобы понять, что же случилось за эти пять часов дороги, где затеряли следы адвоката в Одессе, Киеве или Шарм-эль-Шейхе. Примерно в это же время в Фейсбуке появляется запись «Вечер удался». Накануне 8 марта Гробовский запранировал номер вот в этом отеле, разложил вещи, возможно, даже успел поспать на этой кровати, посмотреть телевизор, а потом, бросив все, исчез. Вот как испарился. Поселяясь в той же гостинице, ее администратор и заявил в полицию о пропаже адвоката. Персонал рассказывает, в отеле были какие-то странные люди. Видео с камер наблюдения исчезло. Адвокатский мир тесен. Юристы забили тревогу и начали свое расследование. Пиджак выглядит как чужого плеча. Руки за спиной, синяки на лице. Случайности или нет, кого-то похожего на Гробовского видели в больнице. По одной из версий, вечером 6 марта он попал в реанимацию вот этой одесской больницы. Но выписали человека, похожего на адвоката, уже на следующий день. При этом он назвался то ли Гробовским, то ли Гротовским, то ли Глуховским. Врачи хранят молчание, но ясно, одно документов при нем не было. Запишу на лигула, конечно, фамилия, имя, отчество, домоментное посещение. Вот, было произведено карандашом. Детектив становится все запутаннее. В это же время похожего человека видели и в Киеве, на работе. Стремительно подошел к шифонеру, открыл его, точно так же стремительным движением через секунд 10 он удалился из офиса. Это было очень быстро, он был не один, с ним был мужчина, не вырослый, метр восемьдесят, среднего телосложения, темными волосами. Дома, как утверждают соседи, адвокат российского гаирушника не появлялся. В его киевской квартире шторы открыты. Ну, неделю, где-то ему назад обращала. Проедет, да, поздоровается, как идем даже, и подержит и дверь. Так где же адвокат? Одна из версий из Одессы, он мог уехать за границу, в Молдову, а потом куда-то дальше, или Гробовского могли просто вывезти. Чтобы проверить эту схему, отправляют в сторону Молдовы. Трасса Одессы-Рени, некогда популярный маршрут нелегалов и контрабандистов. Семь километров этой дороги проходят через территорию Молдовы. Само полотно украинское, а вот обочина это уже заграница. По краям этого участка два украинских КПП, а внутри молдавское село Паланка. Можно сказать, что угодно, пограничники не досматривают ни вещи, ни автомобиль. На специальных талончиках только пишут, сколько в машине человек. Исчезнуть незаметно и оказаться в другой стране можно, и это достаточно легко, для этого даже паспорт не нужен. Секрет как раз вот в этих талончиках. Все очень просто. Вот смотрите, всего несколько шагов и я уже в Молдове. А я пограничникам говорю, еду в Украину подмену вряд ли кто заметит, ведь по документам нас четверо в этой черной дыре, вот эти четверо могут поменяться на абсолютно других людей. Местные жители вдоль дороги торгуют яблоками, говорят, здесь все может быть, но человеку потеряться проблематично, разве что помогут. Здесь так что и там, там и с другой стороны. Из Молдовы или из другой страны, но в фейсбуке адвоката Гробовского после одесской записи появляется новый пост из Египта. На самом деле, где я нахожусь, известно только мне, если не включать в телефоне GPS. Вот я сейчас на берегу моря в Одессе, а могу прикрепить фото и написать, что нахожусь в Египте. А когда вы все это прочитаете, могу быть уже, к примеру, в Хлебодарском. Адвокат Игорь Черезов, который хорошо знает Гробовского, говорит, стиль написания не его. Юра наверняка сообщил бы мне, если бы он куда-то уезжал. В Украину последний раз он покидал 15.01.2016 года. Крайне мере, такая информация в официальных источниках. Как можно определить, где человек по записи в Фейсбуке? Мы спрашиваем айтишника. Его ответ, кто-то неумело пытается замести следы. Это понятно, как минимум, по этой фотографии из Египта. На фотографии облачном. По сводкам погоды в тех местах облачности в это время не было. Вероятнее всего, то, что это делается с использованием какого-то из устройств, с которого человек действительно пользовался Фейсбуком. Что же это? Инсценировка, реальное похищение или бытовой разбой? Следствие и коллеги теряются в догадках. Это могло быть связано с участием его в деле Александрова и Ерофеева. Больше всего кажется странным запутыванием следов. То есть это скажем так разделение его исчезновения на несколько городов. Это чисто пиар-ходы адвокатов. Это чисто рейтинговые вещи. Это в том числе затягивание процесса. Суть будет одна. Меня выкрали, на меня изнушались, будет пара сенцов, что-то подобное. А вот в военной прокуратуре стороне обвинения в деле российских ГРУшников увидели российский след. В пользу этой версии забеспокоился российский МИД. А украинские исследователи тем временем вышли на след исполнителей и заказчиков исчезновения адвоката. В Одесском аэропорту задержали одного из подозреваемых. Это украинец с поддельными документами спецслужб и паспортами на разные фамилии. Подельники за границей. Где же сам Гробовский? Пока неизвестно. Елена Зурина, Марьяна Бурякова, Вадим Сверидонов и Сергей Килимник. Подробности недели телеканал Интер. Ну и к более серьезным темам далее Сирия. Всю неделю одна из главных тем для обсуждения. Страна, откуда Россия внезапно решила вывести войска. И в минувшие семь дней без преувеличения во всем мире обсуждали, о чем вызвано это решение. Какие последствия могут быть. Давайте попробуем вместе разобраться, что же это все может значить. Наши корреспонденты в Израиле, Соединенных Штатах и России. Как раз с подробностями. Для Израиля эта новость была буквально как гром среди ясного неба. Да что там говорить, если начальник Генштаба узнал о выводе российских войск из интернета и был этим, кстати, неприятно поражен. Но, может быть, американские военные были более информированы. Что скажете, коллега? Напротив, в США новость о выводе российских войск из Сирии тоже произвела эффект разорвавшейся бомбы. Ведь Вашингтон никто заранее не предупредил. Впрочем, и с оценками в Белом доме теперь тоже не спешат. Видимо, в отличие от Москвы. Да, коллега? Согласен, чего-чего, заявлений оценок тут хватает. Вначале все телеканалы облетела картинка вечернего совещания в Кремле, затем со всех экранов телевизоров принялись рассказывать, как это полезно, правильно и хорошо. А вот что на самом деле происходит? В Израиле эту новость обсуждают всю неделю на все лады и гадают, почему же так произошло. Версий много. Основная версия это распад Сирии, который, несмотря на все заверения ее руководства, уже фактически произошел. Курды провозгласили независимость, ИДИЛ контролирует обширную территорию, которая в результате операции российского контингента уменьшилась незначительно. Есть районы, занятые повстанцами, официальное правительство контролирует едва ли пятую часть. государства. Можно найти и заявление Лаврова о том, что Сирия может распасться на несколько таких федеративных округов и что Россия в общем-то не против и она поддерживает федерализацию Сирии. Это было буквально за несколько дней до решения России о свертывании своих сил на территории Сирии. Но в целом, конечно же, я могу сказать, что этот шаг наверное удивил всех, включая самих сирийцев, которые в тот момент находились на переговорах. Есть и другая версия, финансовая. У России просто не хватает денег, чтобы поддерживать участие своей группировки в чужой войне далеко от собственной территории. Нет возможности больше финансировать такое массовое военное вмешательство в Сирию, как сегодня происходит. И поэтому, мне кажется, что Путин понял это и решил вывести войска. Весь ближневосточный расклад сразу начал рассыпаться как карточный домик. Израильская разведка докладывает, что боевики террористического движения Хизбалла основной ударной силы Асада массово переходят границу, возвращаются в Ливан. Для Израиля это означает вероятную эскалацию на этом направлении. На днях Бенемин Нетаньягу полетит в Москву. Там будет, вероятно, просить у Путина объяснение о таком внезапном сворачивании операции и предупреждать о возможных ответных действиях еврейского государства. Вся надежда на то, что Вашингтон будет в очередной раз консультироваться с Москвой и выяснит намного больше. А у вас есть такая уверенность? Ну, пока сложно сказать. Даже сегодня, спустя неделю после объявления Кремлем о выводе российских войск из Сирии, Вашингтоне осторожны с комментариями. Здесь предлагают дождаться того, как на деле будут реализовываться слова Путина. С подробными комментариями американские чиновники не спешат сразу после того, как Путин объявил о выводе части российских войск из Сирии, состоялся телефонный разговор между российским и американским лидерами. Сообщения об этом разговоре были очень скупые, мол, президенты приветствовали перемирие в Сирии и согласились и дальше поддерживать процесс политического урегулирования. Неофициально в Вашингтоне говорят, что Барак Обама и другие американские политики просто ждут, как именно решение Москвы повлияет на ситуацию в Сирии. Здесь отмечают, что вся военная кампания России была направлена на то, чтобы сохранить режим Башара Асада. Россияне бомбили в основном ту часть Сирии, которая находится под контролем у оппозиции, хотя и говорили официально, что единственная цель бомбардировок это ИГИЛ и другие радикальные исламисты. В прессе и в экспертной среде предполагают, что вся эта операция по выводу российских войск может быть и просто большим пиаром, а на деле россияне еще останутся. Впрочем, все детали прояснятся, наверное, уже на следующей неделе, после того, как госсекретарь Джон Керри посетит Москву. В Москве я встречусь с президентом Путиным и министром иностранных дел Лавровым. Мы будем обсуждать, как еще более эффективно продвинуть вперед политический процесс и не упустить нынешний момент. Поэтому более подробных комментариев все ждут на следующей неделе, когда после поездки в Москву Джона Керри Вашингтон, возможно, лучше поймет планы Кремля. Данил, уже понятно, что скажут госсекретарю? Думаю, в Кремле еще сами не решили, что именно. Единственное, понятное, будут торговаться, чтобы уже постфактум получить за этот шаг как можно больше. А пока в России пытаются выжать из ситуации по максимуму, пиар-эффект неплохой, чтобы не давать конкретных ответов в новостях приступ патриотизма. В сюжеты, как и Сирии, прибывают самолеты, где летчики победители. В Воронеже на аэродром согнали женщин, детей цветами и даже священников с кадилами. Здесь, в Москве, тоже не до конца понимают, как ситуация будет развиваться дальше. И среди экспертов не утихают споры. Кто-то считает, это неожиданное решение очень удачным. Мол, не завязнью Сирии она не превратится в новый Афганистан. Другие уверены, вот войск, а потом их вывод, просто возможность поторговаться. Цель России, в том числе Кремля, такая стратегическая, с одной стороны, утвердить режим осады, с другой стороны, найти возможность близкого взаимодействия с Америкой. В Москве тем временем подсчитали, во сколько обошлась Федерация и вся эта милитаристская история. 167 дней операции, 2,5 миллиона долларов за каждые сутки. По оценкам агентства Блумберг в этом году расходы должны были еще возрасти. Один день бомбардировок обходился бы почти в 3,5 миллиона долларов. Так что еще одна распространенная здесь версия, может, Москва войну просто больше не тянет. Тем не менее, коллеги, давайте будем помнить, что полного вывода войск на самом деле нет. На территории Сирии останутся две военные базы России. Это Хмеймим и Тартус. Но принимать участие в боях их контингент не будет, по крайней мере, в ближайшее время. А вот израильский генштаб ситуацию видит по-другому. По данным его разведки, российские самолеты продолжают базироваться на Хмеймим, поэтому Израиль усиливает наблюдение на сирийском направлении. Тут обсуждают и другую версию. Возможно, выводя часть войск, Путин решает еще одну задачу, давит на Асада, добиваясь, чтобы он стал поуступчивее и принял возможные условия перемирия, о которых ведущие мировые державы могут договориться, пусть даже и за его спиной. В любом случае, как показывают последние события, ни ввод российских войск в Сирию, ни тем более их вывод, никак не повлияли на события, которые происходят в этой арабской стране. гражданская война там продолжается. Из Израиля, Соединенных Штатов и Москвы Сергей Услендер, Тихон Дзитко и Даниил Русаков. Подробности недели телеканал Интер. Ну и от международной политики давайте к тому, что происходит у нас в стране вернемся. Что на этой, что на следующей неделе Конституционный суд, один из главных ньюзмейкеров. Несколько дней назад вы слышали, наверное, в новостях, он принял решение, что Конституцию можно менять на любой очередной сессии. Это, по сути, открывает путь к тому, чтобы депутаты проголосовали за децентрализацию и за статус Донбасса. А послезавтра судьи снова соберутся и на этот раз рассмотрят закон о люстрации. Один из самых скандальных документов, о котором спорят. Спорят уже второй год. Причем эти споры не только в Украине, к ним давно уже подключилась и Европа. Вот даже Венецианская комиссия в июне прошлого года этот закон очень подробно обсуждала. Столько замечаний к нему сделала, что даже обычно сдержанные европейские юристы на этот раз не выдержали. Вот прямо сказали, это плохой закон. Выслушивать все пришлось министру юстиции Павлу Петренко. Оправдание Минюста было, откровенно говоря, смешным. Мол, мы ваши замечания не учли, потому что перевести с английского не успели. Эти трудности перевода, похоже, продолжились, потому что все это время министр кормил европейцев завтраками, обещая вот-вот прислать новый вариант документа. Замечания были настолько жесткими, что игнорировать их просто вызывающе. Но когда мы сейчас спросили у президента Венецианской комиссии, ну так что же в итоге им ответили из Киева, то получили удивительный ответ. Что бы вы думали? Нам сказали, ждем до сих пор. Никто ничего не прислал. Главные месседжи Венецианской комиссии в эксклюзивном интервью Джани Букикио. Венецианская комиссия изучила закон иллюстрации в Украине и утверждает, что процедура иллюстрации возможна, несмотря на ее политический характер. Но при условии, что она соответствует Конституции и европейским стандартам в сфере верховенства права и соблюдения прав человека. Мы также решили предложить важные поправки к закону относительно, например, факта, что вина должна быть доказана, а не предполагаться только на основе принадлежности к определенной категории государственных служащих. Все гарантии справедливого правосудия должны соблюдаться. Также иллюстрация судей должна проводиться на основе другого закона о восстановлении доверия к юстиции, а не закону иллюстрации. Мы предложили эти поправки. Министр юстиции согласился прислать новый вариант закона с поправками венецианской комиссии, но до сегодняшнего момента мы не получили ничего. Надеемся, что министр пришлет поправки, как он обещал несколько месяцев назад. я уже неоднократно говорил, закон в нынешнем виде должен быть изменен, потому что он не полностью соответствует европейским стандартам и принципу верховенства права. Сам по себе он не очень хороший закон, поэтому мы рекомендуем документ изменить. Снова повторю, что по нашему мнению закон в таком виде, в каком он сейчас, не отвечает принципам верховенства права и демократии, а также европейским стандартам в этой сфере. Документ надо изменить. Применение закона к людям, конечно, может рассматриваться судами и в конце концов судом по правам человека в Страсбурге. Граждане Украины ждут реформ. Они вышли на Майдан какое-то время назад, чтобы произошли изменения, но пока что их нет. Это важно, важно для позиции Украины в международном сообществе. Оно перестанет поддерживать Украину, если необходимые реформы не будут проведены быстро. И это также вызывает разочарование Венецианской комиссии, потому что мы долгое время работали ради Украины, ради демократии в этой стране и приняли во внимание очень много мнений, особенно в сфере юстиции, а сейчас рискуем не увидеть хороших результатов. Это важно, это имеет ключевое значение. Я хочу призвать все политические силы в Украине быть ответственными и выполнять свою работу сейчас, особенно в Верховной Раде. Ну вот такое мнение Венецианской комиссии. Вы слышали? This law is not good. Закон плох. Плох хотя бы потому, что в нем такое количество элементарных дыр, из-за которых, если у тебя есть влияние и связи, ни под какую иллюстрацию не попадешь. Ну, только на этой неделе. Очередной скандал. Исполняющий обязанности прокурора столицы Олег Валендюк, которого должны были иллюстрировать, что называется, скачил. Хотя во времена Майдана так активно работал в пользу режима, что даже от пшенки премию получил, как особо отличившийся. Ну, а теперь должен остаться на должности. Господин Валендюк, персонаж в принципе загадочный, но только представьте, прокурор, но по документам беден, беден как церковная мышь. Ни семьи, ни имущества, наверное, даже в кабинете жить приходится. Ведь формально у чиновника нет ни машины, ни дома, ни квартиры, ни даже договора об аренде. О том, как такие люди избегают люстрации, Вениамин Трубачев. Люстрация по-украински, а чиновники уходят, но восстанавливаются через суды. Если есть связи, это занимает несколько дней, и ты снова в своем новом старом кресле. Административный суд Киева именно здесь выносят большинство решений по люстрированным чиновникам и правоохранителям. Это только одна история из десятков исполняющий обязанности прокурора Киева Олег Валендюк. Во времена Януковича он возглавлял одно из управлений генпрокуратуры и даже получил от бывшего генпрокурора Пшонки солидную премию. Он 19 лютого напередине расстрелов Евромайдана отримал заохочение от тогда генерального прокурора Пшонки за то, что он сумленно выполнил свои обязанности. И это, напомню, было напередине расстрелов. По закону об очищении власти Валендюк должен был быть уволен автоматически. Но если ты столичный прокурор, закон вроде и не закон. Он должен был уйти еще в первую волну. Вот сейчас недавно прошла третья волна. Он должен был уйти вообще в самую первую волну. Но вот видите, он сделал так хитро, сделал себе ухвалу административного суда. Это то самое решение суда, только вчитайтесь. Запретить генпрокуратуре увольнять Валендюка с должности. Суд вынес его всего в течение двух рабочих дней. Уникальный случай в истории юриспруденции. В наших судах нет справедливых решений. Про что вы говорите? Как удалось получить решение суда, мы решили спросить самого столичного прокурора. Давать интервью прокурор не хочет. Попробуем с ним поговорить хотя бы по телефону. По каким вопросам вы хотите записать интервью? Связывайтесь с пресс-службой и обговаривайте с ним вопросы. Впечатляющий факт. За 18 лет своей карьеры прокурор дал всего одно интервью. Вероятно, есть что скрывать. На следующий день ухвала не было. Я не помню, через кольки это дни было, однако через какой-то певный час. Прокуроры люди не бедные, любят дорогие внедорожники и роскошные дома, но вот декларация Валендюка. 9 страниц и сплошные прочерки. Указана только зарплата. Если нет своей квартиры, то где же арендная плата? Тоже пусто. Этот человек тоже не любит общаться с журналистами. Судья окружного админсуда Киева Виктор Данилишин. На Данилишин Именно судья Данилишин спас Олега Валендюка от люстрации и дивным образом многих других чиновников высшего ранга. Дело тут похоже поставлено на поток. А сегодня судья должен быть Данилишин. А где его кабинет? А там никто не открывает. Там никто не открывает. Но мы стучали. Интересно, что под люстрацию подпадает и сам судья Данилишин. В его биографии достаточно темных пятен и странных решений, принятых во времена Януковича. Он выносил решение про защиту мирных собраней. За такие решения есть факты, когда специальная комиссия выносила решение что они должны быть свободны. Судья помогают оставаться на должностях прокурорам, прокуроры чиновникам, а те судьям. Круговая порука. Многим ой, как не хочется покидать высокие кабинеты. Если вы откроете реестр людей, которые были свободны, которые ведут Министерство юстиции, то вы увидите цифру 900 людей. 900 это те, кто свободны соответствующим к требованиям. Это много или мало? Конечно, это мало. Это мало, потому что таких людей должно быть больше. На следующей неделе у Олега Валендюка есть повод для праздника. Ровно год он исполняет обязанности прокурора Киева. И ровно год как удается уходить от закона. Он целый год был на этой должности. Он просидел тихо-тихо, как мышь под веником. И не было ни одного брифинга, ни одной пресс-конференции. У Валендюка есть шансы оставаться в прокурорском кресле и дальше. Активисты в проигрыше. Суды отказывают в апелляции. Формулировка это их не касается. Вот и получается люстрация вроде как и есть, но очень уж избирательная. Вениамин Трубачев и Сергей Ведмить. Подробности недели телеканал Интер. И давайте о том, что происходит вот просто в эти минуты. Не только о том, что было на неделе. Много информации в Стамбуле. Прямо сейчас эвакуация на крупнейшем стадионе мегаполиса опасаются теракта. Футбольный матч между двумя самыми популярными командами Галатасараев и Нербахче отменен. Просто за час до начала перенести состязание власти решили по соображениям безопасности. Болельщики эвакуироваться ну конечно же вы понимаете не хотели, громко возмущались, скандировали на трибунах, но власти заявили это необходимо, поскольку они получили предупреждение о готовящемся теракте, таком как был вчера, когда в результате взрыва в центре Стамбула погибли пятеро человек, а 36 были ранены. Впервые за 90 лет на Кубу летит американский президент. Весь сегодняшний день приходила картинка из Америки как борт номер один Air Force One готовился к вылету с базы Эндрюс. И вот сейчас мне сообщают, что буквально через 5-10 минут возможно даже просто в эфире, если немножко все изменится, прилетит американский президент в Гавану, это будет конец полувекового противостояния и момент, когда остров свободы изменится и изменится навсегда. На Кубе я бывал много раз, дайте пожалуйста эту камеру, я зрителям расскажу. На Кубе я бывал много раз, встречался и с первыми лицами, и даже с сыном самого Ча Гевары, так что могу сказать вам откровенно, той страны, которую многие из нас знают, которую многие из нас любят, после этого визита больше не будет. А вот какие перемены идут, к лучшему или к худшему? Картинка, которую мы получаем из Гаваны, посмотрите, Обаму там ждут. Флаги Соединенных Штатов, за которые еще недавно на Кубе можно было получить тюремный срок, теперь, гляньте, просто на улицах повсюду в Гаване ими украшают и машины, и здания, просто даже на балконах вывешивают. В Гаване постепенно заканчивают ремонт улиц и знаменитого молекона, чтобы не ударить в грязь лицом перед Обамой. Кубинцы невероятно подвержены моде, если кто-то что-то наденет, то завтра пол столицы в это вырядится. Так что вот сегодня посмотрите американский флаг и на одежде, и даже на белье. А в сувенирных лавках продают магниты с портретами Барака Обамы и его жены. Магниты с дочерьми Обамы изготовить, видимо, не успели. А дело в том, что американский президент, мне это неофициально подтвердили журналисты, которые сопровождают Обаму вот в этой поездке, летит в Гавану вместе со всей семьей и с женой и с двумя дочерьми Маликой и Сашей. В Гаване Барак Обама получим картинку, как он садится в аэропорту имени Хосе Марти и что показательно? Первая семья Америки как только прилетит, весь сегодняшний день будет просто гулять по Старой Гаване. Чиновники, которые отвечают за подготовку этого визита неофициально признали журналистам. Обама намерен продемонстрировать, что хочет поговорить не только и не столько с кубинскими властями, сколько с самими кубинцами и будет стремиться максимально общаться с простыми людьми. Вот даже программа построена так, что сегодня после прибытия никаких встреч, вся семья будет гулять по Старой Гаване. Зайдет обязательно в Кафедральный собор, сказали. И лишь во вторник будет встреча с Раулем Кастро. О том, насколько решительно настроены в Вашингтоне, свидетельствует один только факт. Обама везет с собой крупнейших бизнесменов, которые просто в рамках этого визита будут присматриваться, куда можно деньги вложить. А еще в американском департаменте транспорта рассматривают заявки от американских авиакомпаний о том, чтобы открыть, но только вдумайтесь, 110 прямых рейсов в день между Гаваной и городами США. И масштаб визита, его беспрецедентность и то, как решительно настроены американцы, свидетельствует только об одном. После того, как упал железный занавес, штаты намерены быстро и решительно закрепиться на Кубе и никого туда уже не пускать. Ну, а пока что в ожидании визита Обамы остров свободы переполнен туристами. Многие приехали, чтобы еще застать вот ту самую старую Кубу, которая теперь может поменяться и, скорее всего, поменяется очень-очень скоро. Это были подробности недели. Спасибо большое, что смотрели и встретимся в этой студии уже через неделю, в следующее воскресенье. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова